КамАЗ с людьми был, целый КамАЗ с людьми был. Россия снова понесла большие единоразовые потери, которые российские власти скрывают от своих граждан. Батальон АТАЛ, который состоит из мобилизованных из Чувашии, на днях попал под удар ракет Хаймарс в Запорожской области и потерял много людей и техники. Точное число потерь, как обычно, скрывается. Но, как пишут чувашские телеграм-каналы, количество двухсотых и трехсотых превышает сотню. Эти же каналы публикуют видео уничтоженной техники, в которую попали Хаймарсы. На видео видно, что сгорела целая колонна, которая состояла более чем из 10 единиц техники. Под удар она попала в районе села Ильченково. Это район города Токмак Запорожской области. Среди уничтоженных машин есть в том числе КамАЗ и автор видео утверждает, что он был полон российских военных. И самое страшное вчера было, что я когда-либо видел в своей жизни. КамАЗ с людьми был. Целый КамАЗ с людьми был. Власти республики Чуваша пытаются скрыть массовую гибель своих мобилизованных граждан. Когда информация об их гибели стала распространяться по телеграм-каналам, то глава Чувашии Олег Николаев написал в своем телеграме пост, в котором осудил тех людей, которые распространяют информацию о гибели мобилизованных. Однако вместе с тем не опроверг сам факт удара по колонне и просто так уклончиво написал, что на фронте возможны различные ситуации. Вчера преимущественно в украинских телеграм-каналах распространялась тема атаки на наших военнослужащих в зоне СВО. К сожалению, ее подхватили отдельные ресурсы в Чувашии, публикуя недостоверную информацию. Действительно, на самых сложных участках наши ребята выполняют важные задачи по защите Отечества и возможные различные ситуации. При этом такие информационные атаки направлены на развитие панических настроений в обществе, написал он. Ну, в общем, опять у них, конечно же, виноваты украинцы, хотя изначально эта информация появилась не в украинских, а в телеграм-каналах Чувашии, и оттуда уже попала, собственно, в украинский канал. И, ладно, если еще, допустим, сам пост, какую-то информацию, текст можно выдумать, то что делать с видеозаписями? Видео-то все видели, на них зафиксирована конкретная техника, которая горит, и это уже никак, ни на какой фейк не спишешь. И эти видео тоже выложили телеграм-канала Чувашия, и затем только они уже попали в украинский телеграм-канал. В общем, вот этот размытый, такой максимально обтекаемый пост главы Чувашии, он вызвал только раздражение у жителей этой республики, и они стали ему писать в комментариях требования, чтобы он не юлил, а написал какую-то конкретику, и сказал правду, был ли удар по этой колонне, и назвал число потерь. Ни разу не встретил конкретного ответа на четко поставленный вопрос. В данном случае все хотят знать о произошедшем с нашими ребятами. Так была трагедия или нет? Скажите прямо. Почему уворачиваетесь? Это можно проверить за час с вашими возможностями. Если так уклончиво отвечают, значит есть что скрывать. Все равно правда всегда вылезет наружу. Вот тогда вам стыдно будет, уважаемые чиновники. И таких комментариев там очень много. То есть жители России понимают, что власти их обманывают, что количество потерь в реальности зашкаливает, и власти их скрывают, потому что власти боятся, что население просто узнав об истинных масштабах этой бойни, просто ужаснется и начнутся какие-то беспорядки. А самое главное, что никто же не может даже объяснить вот этим людям, населению России, в частности вот этой Чувашей, ради чего вообще это все. То есть ради чего сотни людей из какой-то Чуваши отправляют в Украину на другой конец света, и там просто их гонят на убой в какой-то мясной штурм. Вот этот же губернатор, да, как его зовут, Олег Николаев, пишет, что там вот на защиту отечества... Ну, какое отечество? Отечество Чувашей в Чувашии. Чувашия их отечество. А что они делают в Запорожской области? Там нет их отечества. Мелитополь, там Бердянск, Казовское море, это не земля выходцев из Чувашии. Им вообще нет никакого резона туда ехать и там погибать. Это абсурд и полнейший маразм. Украина не претендует на Чувашию, Украина не рассказывает Чувашам, как жить им, какие книжки читать, какую им историю преподавать в школах, на ком языке говорить, это их дело. Мы в Чувашию из Украины не едем диктовать им какие-то свои порядки. И Чувашия, жителям Чувашии, тоже не надо приезжать в Украину и рассказывать здесь, что нам делать, как нам жить. По-моему, это очевидно и понятно всякому нормальному человеку. И получается, что вот эти российские командиры набирают жителей Чувашии, везут сюда, гонят в какой-то мясной штурм. Тут они гибнут просто батальонами, за раз попадая под удары хаймерсов. И все это абсолютно во имя ничего. То есть, по сути, жители какой-то далекой Чувашии, которая за тысячи километров расположена, приезжают и погибают за идеи русских нацистов. И им пора просто осознать, что их враги не в Украине, в далекой, которая вообще никакого отношения к Чувашии не имеет. Их враги это те люди, которые их заставляют, берут из Чувашии, везут на убой и подставляют под удары вот этих высокоточных американских ракет в Украине, в абсолютно чужой им стране, к которой они не имеют никакого отношения. Вот это реальные враги вот этих людей в Чувашии. И именно с этими врагами ему нужно бороться. По-моему, все просто и очевидно. Подписывайтесь на канал. Продолжение следует...